Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Проводим запись, серия бесед, жития святых во свете Библии. Смотреть на все открытым оком. Вопрос 1920. Говорят, что есть белая зависть и святая гордость. Как это уразуметь? Ответ. Говорят, но это вовсе не значит, что нужно это объяснять. Священное Писание таких приставок к этим словам, зависть и гордость, не знает. Хотя слово это может быть заменено на другое равнозначащее, но со знаком плюс. Значение словам нужно придавать точное. Я попутно хочу сказать, я абсолютно против слова проблемы. Проблема, проблема, проблема. Нет этого слова, не надо его говорить. А как тогда? Нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос. У меня вот нерешенный вопрос. А то проблема. Оно ничего не говорит. Изначение слова есть, понятие есть. Никогда не употреблять это слово. А уж я не говорю о словах воцерковице, каноническая территория, окормлять. Я более гнусных слов не встречал даже. Вообще. Их когда начинаешь раздевать, окормить это одно, отравить, откройте слова, слова Жожигова-то. Его нету нигде. Окормление. Даже Дещенко не знает. Матфея 19.17. Он же сказал ему. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Игнатий Богоносец, 20 декабря. Цитата. Тут Игнатий встретил и приветствовал святого Поликарпа, божественного апостола, епископа Смирского, своего соученика, и с ним утешался богудухновенную беседою, радуясь о своих узах и гордясь своими оковами. Слово гордясь. Видите, как употребляется-то. Оно в другом смысле писание, но это пишет житие святых. Там Дмитрий Ростовский, Счетов, слово гордясь. Но откуда взяли, что он гордился? Вот. Радуясь. Гордясь. Поставленный на арене, святой обратился светлым лицом к народу. Гордясь. И опять. Гордясь мужественную душою и радуясь, что он принимает смерть за Христа. Это когда дом мне дали, где я нахожусь, я высудил. 11 лет шел суд. Государство мне должно было 11 миллиардов за то, что изъяли фанатеку. И когда я отсидел, был реабилитирован. И приехал мэр города. И от него у меня грамота висит. Это как бы письмо на бланке. И он говорит. Я рад, что у вас теперь есть место для встреч и молитв. Желаю вам гордо нести. Слово Божие в народ. Гордо нести. Но человек неверующий, бывший парторг. Он хороший, но он понимает гордо. То есть непреклонно, ни перед кем не склоняется свое дело делать, как положено. Но житописателю это не годилось писать. Откройте поисковик библейский, и вы не найдете, чтобы это в положительном смысле. Допустим, мечтать. Истребить это слово. Слово оно только в отрицательном смысле. Это кремлевский мечтатель. Герберт Уэллстон. Это мечтатели. Это все извращенцы, мужеложники. Все это садомиты, все они мечтатели. Это про них говорится. Извратители жизни. Мечтатели. У нас нет мечты, а только есть что? Размышления. Помощь от Бога. Это язык должен быть евангельским. Вопрос 1921. Говорят, что герои смерти не боятся, а их пуля боится и смерть не берет. Так ли это? Ответ. Что угодно, только не это. Как можно говорить о том, чего ты не видел и не испытал? Кто был там за гранью знаемого, те уже ведут себя далеко не по-вчерашнему. На это есть и примеры и житий. Бог отодвинул смерть, стоящую в изголовье по ступеням. И сразу же в другой тональности зазвучали песнопения. Четвертый царств 20.10. И сказал языке, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. Исайя 38.15. Вот исцеление наступило после смертельной болезни. И этот царь лежит и говорит, что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей. Помни горе с души моей. Я сидел немного, но пять тюрем прошел, за слово Божие. И когда говорят, да я бы где-то... Ой, только молчи сиди. Да размажут в один день, ничего от тебя не останется. Я выстоял. Господь сохранил. Но это Божья милость. Когда я спрашиваю, как я на суде себя вел, у-у-у, вы так вели, вы обличали власти КГБ. Ну, то есть, лучшего желать нельзя. Я говорю, у меня внутри все сжималось, я боялся. Но я выполнил все. За боязнь Бог не судит, Златоуст говорит. А за то, что ты победил этот страх, получишь награду. Я не скрываю, никому не говорю. Это и говорю открыто. Я никакой не герой. Бог дал, Бог может и отнять. Афанасий Печерский, 2 декабря. Как только наступило утро, Игумен пришел к братью к умершему, чтобы совершить его погребение. И вдруг они увидели, что он сидит и плачет. Все пришли в ужас, видя, что он жив, и стали его спрашивать, как он ожил, и что видел или слышал. А он же на ответ говорил только одно. Спасайтесь. Но они стали еще больше упрашивать его, желая услыхать от него что-нибудь для них полезное. Тогда он сказал им, если вам я скажу, то вы не поверите и не послушаете меня. Братья же поклялись ему, что они соблюдают все, что он скажет им. Поклялись все монахи. Златоуст говорит, кто клянется на порог, церковно не пущу. Клятва запрещена всяческая. Да, да и нет, нет. Монахи не знали Евангелия. И вот одно из доказательств, что они не знали. Они клянутся. Тогда воскреши сказал им, имейте послушание во всем к игумену. Кайтесь каждый час и молитесь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонию и Феодосию, дабы здесь, в этой обители, кончить жизнь свою и удостоиться быть погребенными со святыми отцами в пещере. Ибо эти три добродетели выше всех других. Три добродетели он назвал. Да какое это у него? От кого был-то? Послушание игумену. Ну, ясно дело, на первое место монах. Не Богу. Кайтесь каждый час, когда люди уверовали во Христа, каждый час не покаяния, а свидетельства радости с Богом. Его Пречистой Матери, а Пречистой Матери в Евангелии вообще слова нигде нет, хотя мы это и молимся там. И преподобным отцам Антонию и Феодосию. То есть он это все слышал, пропитан этим. Вот когда говорит языки, там понятно. Ну, а человек же обмирал, он по-другому должен. Но он еще по-другому-то нет, он такой и был. Это засушенный монах. Он отвечает по-монашески, не на Евангелие опирается. А если бы он воскрес, по-божественному умирал, и там что-то видел, он должен сказать, скажите настоятелю, пусть скорее монахов благословляют, выводят на волю, пусть они идут, проповедуют по миру. Отпустите их. Нам нет спасения, ни надежды никакой. Мы против Евангелия идем. Идите по всему миру. Я это видел. Горе нам, горе. Я бы сейчас пошел, но не могу. Да разве это можно так? Такие силы запечатали-то. Хуже нас никого на свете нет. Мы враги Божии. Вот как надо было сказать. Был такой молчальник, это рассказывают монахи. И он все молчал. Что спросят, он губами помулявит. И на том конец. И вот он заболел. Но братья знают, если молчит, там мудрости у него. Он у него прозрительность и щедотворство. Но он просто... И вот они приступили, так же его склятывая. Ну скажи, оставь нам такое, чтобы мы поняли, увидели, какие мы и прочее. Ой, что я скажу. Все вы свиньи. И с тем помер. И вот этот свинарник-то остался по сегодняшний день. Все вы свиньи. А он молчал, никого не судил. А у него внутри созревшее. Это было. Он всю жизнь смотрел, все вы свиньи. Друг другом шпеняете. Один все время. Я хуже всех. Я недостоин. Я грешно-супергрешный. Я недостоин. Я такой-то. Я как свинья в колу лежит. Это покаянный канон. Вот в колу этот пришел. А настоятель в косяк уперся вот так, когда пошли на обед братья. Перед ним. А ты куда идешь? Как куда? На обед все. Обед колокол ударил. А чем я хуже других? Да ты ж говорил, хуже грязи, хуже всех. А чем я хуже других? Утроба сказала правду. А до этого-то хуже других. Хуже меня на свете никого нет. Я поганый. Я пес смердящий. А чем я хуже других? Ой. Это три добродетели выше всех других. Ну хорошо. Я хочу быть добродетелем. Я не монах. Послушание игумена. Игумена у меня нет. У кого слушается-то? Папа. Который Бога не знает. Каждый день, каждый час кайтесь и молитесь. Ну я говорю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Это покаяние. Ну поклоны делаю. Ну Бог дает силу. Я считаю, что в день должно положить не меньше тысячи поклонов. Ну я не считаю в этом спасения. Я просто православный. Я не могу без этого. Мне просто необходимо держать в руках лес такой. Не меньше семи раз в день молиться. Вот она у меня есть. Ну никому я не могу навязывать ее. А теперь Господу Иисусу Христу молитесь. Слава Богу. Хоть маленько он сказал. Он узнал оказывается. Ну преподобным, отцам. Ну что три добродетели выше всех других. А какая добродетель самая большая? Да не надо мерить. Такого в Библии нет. Но самое главное, добродетель, это первое. Доверие Богу. Смирение. Отвергнись самого себя. Второе. Возьми крест. Третье. Следуй за ним. Вот это указано. Без этого никто не увидит лица Божия. Отвергнуться себя это очень непросто. Надо определить свое «я». И потом рубить его под корень. Не настаивать на своем. Никогда не спорить. Мне говорят, да вы такой спорщик. Я вообще никогда не спорю. Я только возвещаю истину. Я ее знаю и я сказал. И вот посмотрите. В Мейл.ру, ВКонтакте. Какие на меня нападки-то. В интернете я никогда не отвечаю ничего. Зачем? Он меня таким видит. А я не такой. Прости его, Господи. Поэтому чем больше врагов, тем длиннее моя молитва. Если кто исполнит все сие, как подобает, по чину, блажен будет. Только бы не возгорделся. Опять препятствие. А, впрочем, не спрашивайте меня, но умоляю, простите меня. Сказав это, он пошел в пещеру и, затворив за собой дверь, пробыл там безвыходно двенадцать лет. Никогда после того он уже не видал солнца, беспрестанно день и ночь плакал, вкушал лишь немного хлеба и воды. И только через день и все это время не сказал никому ни одного слова. И найдите хоть одно слово евангельское. Да если бы он там видел, он бы в пещеру близко не подошел. Он бы прямо ринулся без обеда и пошел другим говорить о любви Божией. Что Христос умер. Что надо покаяться и принять его лично своим спасителем. А настоятеля игумена обличил и пошел дальше. Ты что их запер здесь? Ты главный убийца вот этой братья. Ты за это отвечать будешь, разбойник. Собрал самых лучших и законопатил их здесь. Вот что должен был он сказать. Обличить и пойти. Ничего этого не было. Никакого видения у него не было. Это обощрение. Вопрос 1922. У человека есть чувство веселья и смеха. Как святые смотрели на эти качества и способности? Смотрите какие вопросы мне задавали в университетах и по радио. Ответ. Никогда не одобряли смех. Тем более заливистый и громкий. Сирахов 1927. Одежда и осклобление зубов и походка человека показывают свойства его. Экхрисиаста 22. О смехе сказал я глупость. А о веселье что оно делает? Так вот такие как Задорнов одной глупости, как Райкин занимались. Сирахов 21-23. Глупость в смехе возвышает голос свой. А муж благоразумно едва тихо улыбнется. И когда хохочет, ха-ха-ха. Это грохочет называется. Ян Златоуз говорит, ты широко рот разеваешь. Не боишься, что сатана вскочит в тебя? Какой смех? Написано горе смеющимся ныне. Блажены плащущие. Памба 18 июля. Когда людям говоришь, говорят, у нас дедушка, бабушка верили. Они в лото играли, в карты. У вас какая-то вера жестокая. То нельзя, другое нельзя. Бабушка уже оставила пример, она ушла. А плоды ее растут. Будущее всегда преисполнено умиление. Преподобный Памба никогда не смеялся. Никогда на лице у него не было даже улыбки. Однажды бесы захотели заставить ее засмеяться. Они привязали веревку к перу. И потащили у него перед глазами, словно какую тяжелую кладь, говоря, и кричат друг другу, помогите, помогите. Увидев это, отец Памба рассмеялся. Тогда бесы обрадовали, закричали. И вот, наконец, Памба засмеялся. А он возразил им, я не смеялся. А посмеялся над вашей немощью. А одного пера, пушинку поднять не можете. Бесы убежали, пристыженные. Как одного святого, так же было. Пришел, решил напугать. Я узнал тебе в этой жаркой пустыне еще 30 лет подвязаться. 30 лет. А я-то думал, сто лет. Я на сто лет силы набрался здесь. И бесы провалились. Семья у него, вроде, 21 июля. Видя комедианта, прозрел некоторый добродетель в его жизни. И желая отвлечь его от явно совершаемого неблагоугодного дела, взял в очень маленький камень и, сделав крестное знамение, бросил в него и попал ему в правую руку. И точно засохла рука у того, и никак не мог узнать, кто бросил камень. И ушел комедиант, болен и уныл. Вот никто от Задорова не может бросить-то. Во сне явился ему преподобный со словами. Вот я бросил тебя камнем. Если не покаешься и не поклянешься мне, что не будешь больше заниматься тем смехотворным искусством, не исцелеешь, требуют клятвы. Это люди, невозрожденные свыше, не знавшие Евангелие. Это противники Божии. Тот поклялся ему причистой Девой Богородицей, что не будет больше показывать тех игр. И встав, почувствовал себя здоровым, рука его выздоровела. Как можно Богородицей, когда головой нельзя клясться, даже своей, а не Богородициной, поклянутся люди те, которые лгут, чтобы поверили им. Я поверь, если я не так говорю, неправду, пусть меня Бог в ад пошлет. Это безумные слова. Да, да и нет, нет. Да, значит, выполнит, да. Нет, значит, нет. Я обдумал и сказал нет. На это я не пойду. Не пойду. Вопрос 1923. Где ограничитель сна? Сколько положено спочелку? Семь или восемь часов в сутки? Ответ. Это уж слишком шикарно. Треть жизни в постели. Здесь нужно прислушаться к тем, кто боролся со сном и держался на ногах. Для Израиля была одна ночь в году, когда они обязаны были быть на ногах. Бодрствовать всю ночь. В память выхода из Египта. Пасха. А для христиан об этом и говорить не нужно. Потому что если ты совершил эту Пасху, вышел через жертву Христа из плена дьявола, то и ночь бдения тебе на всю жизнь, ночь радостной молитвы. Исход 12.42. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилю в роды их. 2 Коринфянам 6.5. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. В бдениях, бодрствования. 2 Коринфянам 11.27. В труде и в изнурении. Часто в бдении. Часто в бдении. В голоде, в жажде. Часто в посте, на стуже, в ноготе. Но в Павел это не умышленно. А в путешествии. Вот мы долго путешествием, бывает и ужинать негде, и костра развести нельзя. Мы просто воду черпаем. Интересно, прошли 15 государств в прошлом году. Такие были места. Черпаешь воду где-то там. А она мутная-мутная, как будто бы кофе какое-то. И нам говорят везде не пейте. И мы везде пили ее. Не обеззаражены, никто не заболел. А ведь худо или бедно, за 2 года мы таких 360 мест, где пили, брали воду. Бог хранит. Арсений Великий. 8 мая. Мы про сон говорим. Очень часто говорил ученикам своим. Иноку должно предаваться сну лишь на 1 час. Накануне каждого воскресного дня он становился еще с вечера в субботу на молитву, подняв руки вверх. Он не был священником. Становился же он к солнцу спиною. И так стоял до тех пор, пока солнце на утро следующего дня не начинало светить ему в лицо. Но я тоже боролся с этим. Я опыт передаю. Но я помаленьку убавлял там. 10 минут, 10. У меня сон дошел 2,5 часа в сутки. Дальше я почувствовал, что я начинаю засыпать на ходу. Сердце держит. Сейчас сердце, мотор не тянет. А у меня сердце крепкое. Моряк. Но 2,5 часа в сутки мне было как раз. И поэтому успел сделать, что хотел сделать. Надо сон сокращать. Сейчас я этого уже не могу. Не могу. Мотор захлебывается. Я пораньше ложусь. Но встаем всегда в одно время. В 4.40. Вопрос 1924. Говорят, что вы совершенно неисправимый спорщик и полемист. Вам это не надоело? Видите, такие провокационные мне вопросы задавали. Повторяю. Я 51 год занимаюсь миссионерской работой. И у меня этих вопросов тысячи-тысячи были. Я ни разу не отошел от ответа на вопрос, какой бы он провокационный не был. Ответ спорщик тот, кто не знает сути дела. Кто знает истину, тот не спорит, а возвещает истину. Я люблю Библию. Верю в ее Богодухновенность. В авторитет Духа Святого верю. Если что где-то не по Библии, это меня уже вызывает навстречу. Если противоречит тот противник, то ему не поздоровится. Это страшно много требует времени и нервов. Но я не одинок. Иоанн 17, 18. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним, с Павлом, с ним. Но он с ними не спорил. Со Христом спорили, а он нет. Это вот двое, когда спорят или дерутся, это драка взаимная. Но если я стоял, руки опустил, меня били, это называется избиение. Драки не было. Не было драки. И я не отвечаю на это. Возвестил, открыл место Писания. И одни говорили, что хочет сказать этот Суислов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье. Видите, как мы тут как-то разговаривали, что такое проповедь и благовестие. Вот в одном слове. Это проповедь, это они понимали о божествах. А сказать благовествовать они не могли. Почему? А потому что он, это Лука уже пишет, благовествовал, говорил благовествовать. А для них проповедь любая. О Марсе, о Питере, о Хрущеве. Если он говорит, то это проповедь. Тоже проповедь о ядерных бомбах. Это проповедь. Проповедь об Украине и раннем Стридонске 15 июня. Но особенно много огорчений доставила ему его полемика, от которой он не мог отказаться и здесь, в Вифлеемском удалении от мира. И которую он вел с большим подъемом чувства. Блаженный Иероним или обличал лиц, высказывавших взгляды, не согласны с учением церкви, или защищал свои воззрения в случае нападок на них со стороны лиц, расходившихся с мнением блаженного отца по известному церковному вопросу. Иероним убедил Августина отказаться от его ошибочного мнения, по которому он считал не нужен перевод священного писания с еврейского языка, ввиду существования перевода 70 толковников. Да как же он в полемике был? Полемика это не спор. Потому что там новый вопрос и новый ответ. А они к этому возвращаются, я уже не отвечаю. Я тоже отвечаю. Главный вопрос, допустим, с протестантами вопрос о церкви. У них никакого понятия о церкви нет. С православными главный вопрос это о Библии. О рождении свыше, о водительстве Духом Святым. То есть у меня определенная наработка, с какой категорией лиц, как работать. В четвертом томе у меня там есть, это разбивается где-то 24 категории. Первое. Кто не верит в Бога? Какое местописание взять, как отвечать? Второе. Кто не верит, что Библия от Бога, Бога духовенна? Ну и так далее. Я уже определяю, человек какой. Заранее знаю, что ему сказать. Вопрос 1925. Как различить и отделить в жизни суетное от несуетного? Ответ. Суетное это напрасное, пустое. Отделять это очень даже легко. Вечное, несуетное. Что для временного удовольствия суетное? Иов 15.31. Пусть не доверяет суете заблудшей, ибо суета будет и воздаянием ему. Ведь мне вопрос, я отвечаю во свете Библии. Ихлиаса, Искристиаса 1.14. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Иклисиаса 2.1. Сказал им в сердце моем, да испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но это суета. Второе. Иклисиаса 3.11. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 1 Петра 1.18. Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Притча 38. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Видите, молится. Нищеты не давай, и богатства не давай. И суету, то есть вот это лишнее, стараются что-то делать. Квартира одна меняет на другую, жену меняет, родину. Суета. Это ничего не меняет. Я не знаю, люди, когда едут в Америку, что они там находят. Я был в Америке ездил, я не знал, когда вернусь в Потеряевку. Лучше в Потеряевке, кажется, места нет. И лопух под окном растет, и никто замещание не сделает. И собаки бегают. Чужие, правда, своим нельзя бегать, к слову сказать. Труд, потребный, удовлетворяющий, не суета. Но если делаешь и переделываешь, пустое, говоришь. Это суетное, пустое, ненужное. Вопрос 1926. Среди множества даров, с какими вы встречались, что видели бы у других, хотели бы свой дар знания, писания и дар проповедничества поменять на другой? Отвечаю, было только однажды. И только на мгновение, когда у баптистов в Новосибирске услышал, как два брата поют. Они оба стройные, высокие, под метр восемьдесят. Но настолько они импозантно выглядят. Мне захотелось подняться на крышу и запеть на весь город. Но тут же подумал, что свой дар я бы уже не сохранил и не отдал бы. Мне дано слишком много. Память, трудолюбие по 16-18 часов. Даже сейчас я провожу за клавиатурой компьютера ежедневно и без выходных. Не считая массы других дел, ежедневных встреч, общения с людьми, работу в университете, в милиции, в тюрьме и прочее. За два года вышло из печати у нас 13 книг. И три уже на подходе еще. Даже моя глухота меня нисколько не удручает. Только бы не ослепнуть совсем. Слепым не завидую, а жалею их. 1 Кориевском 9.22 Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Иоанна 1.12 А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими. Иероним Стридонский, 15 июня Блаженный Иероним, рассказывая о событиях, происшедших в воде его детства, Передает следующее о Дидиме. Когда в Александрию прибыл знаменитый отширник святой Антоний, вызванный сюда святым Афанасием для борьбы с арианами, то Дидим посетил великого подвижника. Последний, удивляясь уму и знаниям Дидима в области священного писания, спросил его, скорбит ли он о том, что он ослеп? Слепой. И когда Дидим сознался, что слепота для него тяжелое испытание, Антоний заметил. Странно, что ты скорбишь о потере дара, которым обладают мухи и муравьи, и не радуешься обладанию такими познаниями, которых удостаивали только святые апостолы. А видеть-то это и муравей, и мухи видят. Мне один слепой рассказывал, он был в печере, но соответствовала эта действительность. И к нему подошел, тогда был там какой-то Иосиф, монах, и говорит, ну его Иван Андреевич звать, и он ему говорит, а он с детства слепой, у него одни впадины, у него даже нету ни погашего, никакого зрения. Ты хотел бы быть зрячим? Он говорит, очень. Так вот, а тебе Бог открыл тайну. Ты можешь прозреть, но вера в тот же час от тебя отнимется, ты будешь совершенно неверующий. Согласен, значит, сегодня ты пойдешь зрячий. Вот искушение, говорит, взяло меня, до того мне охота увидеть свет хотя бы раз. Но я мысленно помолился и сказал, нет, не хочу. И он так слепой, сегодня еще слепой. Я на днях был в соборе здесь и сфотографировал его. Нитрийская пустыня была излюбленным местом жительства иноков в Египте. Лежит на юг от Искитской пустыни. Счастье трудового дня блаженный Иероним уделял еще на преподавание мальчикам. Но главным занятием его, как и прежде, было изучение священного писания и переписка. Сульпицы, север, проживший с блаженным Иеронимом в его пещере шесть месяцев, свидетельствует, что блаженный отец всегда был занят чтением или письмом, почти не пользуясь отдыхом не только днем, но и ночью. Олимпиада, 21 июля. Ее уважал святой Иоанн Златоуст, как великую рабу Божию, и любил ее духовной любовью. Как некогда святой апостол Павел Персиду, о которой пишет, «Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Римном, 16-12. «И Олимпиада святая сделала не менее Персиды, много трудясь ради Господа и служа святым с великою и теплой любовью». Конец цитаты. Вопрос, 1927. Я слышал, что у вас в общине более 10 человек занимались коммерцией, торговали на базаре, и потом все отпали. Так ли это? А если действительно случилась у них такая катастрофа, то почему и были ли подобные случаи в житиях? Ответ. В житиях святых можно многое найти. Это же целые 2000 лет охватывает. Там 1173 биографии. И даже более. Надо помнить, что под каждым житием иногда проходит не одна личность, а двое или тысячи, и же с ним пострадавшие. Торговля вообще очень опасная вещь, когда не своим товаром торгуют, а перепродают. Вот тут грех и заедает. Серахов, 27-2. «Посреди скреплений камней вбивается гвоздь. Так посреди продажи и купли вторгается грех». 1 Тимофея, 6-9. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Тревогу я начал бить почти в самом начале этой деятельности. Батюшка поддержал, но они уже увязли. Насколько популярны жития и какие именно святые, это легче всего проверять по именам в народе и по названиям храмов. Никольский, Александр Невский, Покровский. Жития мученика Феодота – одно из самых любимых мною, как и жития Анфима Некомедийского, Климента Анкирского. Но этих святых кто знает? Кто так называет сегодня своих детей? Где храмы в честь этих величайших святых? Если кто не знает, я просто остановлюсь. Анфим Некомедийский – это один епископ был, у которого 32 тысячи была община. И всех до одного возвел на небо. Их сожгли. Никто не отрекся. Климент Анкирский пострадал больше всех от начала мира. У меня детский лагерь назван этим. Его маленький был, детей собирал, кормил и крестил. Лагерь назван его имя, лагерь в честь Климента Анкирского деревни нашей, Свято-Анфимовская община. Феодот – мученик 18 мая. Поучительно в житии его то, что он, несмотря на обладание гостиницей, совершал обильную куплю духовную и приобрел для Бога много душ человеческих. Причиной же всего было то, что святой Феодот под видом корщевничества исполнял обязанность апостольства. Своими богодухновенными учениями и беседами он привел ко Христу много елеров и иудеев и много грешников, побудил раскаяться в грехах своих. Вот так торговать можно для виду. Васян 10 июня. Входя в город, он увидал на площади весовщика, который на весах вешал различные товары. Этот весовщик был неправеден, многих обманывал, и этим старался доставить себе прибыток. Святой увидал на весах беса в образе маленького эфиопа, перетягившего весы, чем и пользовался неправедный весовщик. Святой спросил бывших с ним, «Видите ли вы что-нибудь странное?» Они ответили ему, что ничего особенного не видят. Тогда святой помолился о том, чтобы и прочим для достоверного свидетельства отверзли сочи видеть то же, что видел он. И действительно, отверзли с духовной очью у пресвитера Климента и у дьякона и Львония. Они увидели то же, что архвидел Ахиерей Божий, именно маленького эфиопа, сидевшего на весах и исполнявшего приказания весовщика. Они сказали о видении святому и подтвердили слова Давида, который говорит, Псалом 61.10 «Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Святой позвал весовщика и спросил его, «При помощи какой неправедной меры ты увеличиваешь вес и обманываешь купцов?» «Я не делаю никакой неправды», отвечал весовщик, «и клятвою подтвердил, что вес его правильный». Тогда святитель показал ему на весах адского фиопа и сказал, «Этот эфиоп тотчас же войдет в тебя, сокрушит твое тело и сторгнет из себя душу твою со страшными мучениями». Неправедный весовщик от страха задрожал и, припав к ногам святого, с покаянием обещался отстать от неправды. Святой вразумел его от святого писания и повелел ему все, что он нажил неправдою, раздать нищим. После этого святой молитвой отогнал от весов беса и отправился в свой путь. На многих весах сидят такие бесы сегодня, и надо их отогнать молитвою. Богу славу веки. Аминь.